Всем привет! Я Дарья Ишкова, и мы продолжаем нашу серию видео о том, как самостоятельно организовать свои роды в Майами. В прошлом видео мы разобрали подробно вопросы выбора доктора и госпиталя, а сегодня я расскажу вам о том, когда стоит прилетать, когда можно возвращаться домой и какие у нас есть опции при выборе и покупке авиабилетов. Поехали! Итак, когда же стоит прилетать? Все врачи рекомендуют прилетать не позднее 32 недели беременности. Это связано с тем, что позднее появляются и возрастают риски для здоровья мамы и малыша из-за перепадов давления при перелете в самолете. В России отпуск по беременности и родам начинается за 70 дней до предполагаемой даты рождения ребенка, соответственно, как раз можно спокойно уходить в этот отпуск и постепенно уже перемещаться. Некоторые прилетают позднее на 34 и даже на 35 недели беременности. Но тут хочу вас предупредить о том, что помимо рисков, о которых сказала уже раньше, есть также риск непредвиденных расходов повышенных. Имейте это также в виду. Например, стандартная цена госпиталя Memorial Regional составляет 3500 долларов. Но если вы прилетаете позднее, чем на 32 недели беременности и приходите на первый прием, соответственно, позднее, то цена контракта для вас будет составлять 6000 долларов, как за осложненные роды, как за роды с повышенным риском. Даже если все пройдет хорошо, в любом случае цена контракта будет такая из-за того, что вы поздно прилетели и встали на учет. У госпиталя Mount Sinai такой наценки за позднее прибытие нет, но при этом далеко не каждый доктор будет готов вас принять в таком случае. Американские доктора к этому достаточно строги и настоятельно рекомендуют соблюдать это требование, а русские к этому относятся немного попроще. В любом случае, перед тем, как покупать билеты, договоритесь с офисом доктора о дате первого приема, соответственно, сообщив им, на каком сроке вы будете находиться, чтобы быть спокойными и уверенными в том, что все будет хорошо и спокойно. Особенно это важно, если вы понимаете, что прилететь вам придется позднее, чем рекомендуют доктора. Кроме рекомендаций врачей, существует еще правило авиакомпаний, большинство из которых разрешают полеты беременным до 36 недели беременности включительно. То есть, если вы попытаетесь полететь позднее, вас могут просто не пустить в самолет. С тем, когда нужно прилетать, в общем, разобрались, теперь давайте посмотрим, сколько нужно оставаться здесь в Штатах и когда можно возвращаться обратно домой с малышом. Минимальное время, которое нужно заложить и провести его здесь, это один месяц, он нужен для того, чтобы оформить все документы на малыша. То есть, это минимальный период времени. Если вы останетесь чуть дольше, вы сможете сделать прививки. Прививки делаются сразу после рождения, в первый и во второй день, потом через месяц с небольшим и потом через 6 месяцев. Но, естественно, многие предпочитают оставаться подольше, потому что это приятно и полезно для здоровья малыша гулять вдоль океана, дышать свежим воздухом и очень здорово для восстановления мамы тоже. Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что вы не знаете реальную дату рождения своего ребенка, вы знаете ее примерную, предварительную. Она, естественно, может отличаться как в одну, так и в другую сторону. Никто вам точно заранее не скажет, когда вы родите. Дальше. Перед тем, как покупать билеты, обязательно проконсультируйтесь со своим доктором, который ведет вашу беременность в России на предмет наличия и отсутствия противопоказаний для перелетов, потому что это все очень индивидуально. Еще один момент. Покупать билеты стоит, если у вас есть открытая американская виза, у меня такая была. Если у вас есть туристическая виза, она подходит. Туризм и поездки с целью получения медицинских услуг. Это все виза B2, поэтому если она покрывает весь период, который вы планируете провести в Майами, то окей, ничего с визой вам дополнительно делать не нужно. Если у вас ее нет, то лучше сначала подойтись на визу. Я сделаю отдельное видео про подготовку всех документов. Подпишитесь на канал, чтобы его не пропустить. Итак, какие дальше у нас есть опции по авиабилетам? Из Москвы в Майами и, соответственно, обратно летают прямые рейсы аэрофлота. Давайте сейчас посмотрим, например, с февраля, потому что в декабре и январе цены могут отличаться из-за праздников. С 9 февраля, например, до 9 июня билет в эконом-классе туда-обратно будет стоить на одного человека от 39 тысяч рублей. Если вы хотите лететь в бизнес-классе, то на прямом рейсе аэрофлота билеты на те же даты туда-обратно на одного человека стоят 260 тысяч рублей. Мы летели в бизнесе, в аэрофлоте за мили, сэкономив тем самым больше полмиллиона рублей. В этом случае мили работают. Мы их копили не только перелетами, а также банковской картой аэрофлот, к которой у нас привязан семейный счет, и через который мы пытались проводить максимальное количество транзакций, с чем нам помогал ремонт. Поэтому, если у вас есть время, то копить мили очень полезно. Как видите, экономия очень существенная может быть. Естественно, в бизнес-классе всегда летать приятнее, но особенно сильно разница чувствуется, когда вы беременны на большом сроке, когда у вас большой живот и хочется занять положение поудобнее. Поэтому, если миль у вас нет и бюджет несколько ограничен, я очень советую обратить внимание на перелеты бизнес-классом другими авиакомпаниями с одной стыковкой. И еще поиграть с датами можно посмотреть соседние. Вот если просто на эти же даты смотреть, например, вот через Стамбул можно полететь в два раза дешевле, туда-обратно за 127 тысяч рублей. Мне кажется, что это тоже достаточно комфортно. Это в бизнес-классе. Напомню, что когда вы покупаете авиабилеты, не забывайте, пожалуйста, включать режим инкогнито, потому что когда вы проверяете билеты на одни и те же даты, хитрые куки понимают, анализируют ваше поведение и начинают предлагать вам более высокую цену, чтобы создать у вас ощущение, что билеты заканчиваются и дорожают, и тем самым стимулировать вас к покупке. Поэтому не попадайтесь, берите другой гаджет или включайте режим инкогнито. Это вас защитит от таких вот переплат. Ну что, друзья, на сегодня это, пожалуй, все. В следующем видео я буду рассказывать все секреты о том, как мне удалось найти жилье в Майами по суперцене, которому завидуют все, кто поселился в неправильном районе или переплатил. Поэтому не пропустите, подписывайтесь на мой канал. Если вам было полезно то, что я рассказала сегодня, не забудьте поставить лайк. Если у вас остались какие-то вопросы, напишите в комментариях, я обязательно отвечу. Всем пока, хорошего дня, до новых встреч!